Медиагруппа «Авангард» представляет Первая тема, которая мне кажется наиболее важным, это все-таки судьба, которая сейчас будет обсуждаться, тех многочисленных удостоверяющих центров, которые подлежат, так сказать, реструктуризации, а на самом деле уничтожению. Из 500 удостоверяющих центров, обслуживающих квалифицированную электронную подпись, должно остаться буквально считанное, там меньше десятки или около 10 центров, включая центры для физических лиц, где-то порядка десятка, наверное, не больше, и включая, значит, три государственных центра удостоверяющих, это, значит, центр при казначействе, центр при ФНС и центр при Центральном банке. Каждый из них по своему профилю. Вот, значит, и того где-то, ну, не менее больше двух десятков из 500. Поэтому эта проблема серьезная, перераспределение специалистов, кто будет и как будет работать. Вторая тема, это, конечно, облачная электронная подпись, это перспективное направление, которое мы и обсуждали. А в ней центральная тема, под тема, это удаленная идентификация личности. Это сложная задача, которая не решалась до сих пор лет 15, как она уже стоит, да, и ее не могли решить. И вот, в частности, Минцифра будет ее решать вместе с ФСБ. Дай бог им успеха. Риски при удаленной, не личной явке, на два порядка превышают риски, так сказать, при личной явке. И мы это прекрасно понимаем, работая с ФНС. Поэтому пока у ФНС альтернативы личной явки не просматриваются. Если, конечно, кто-то, вот, точнее, уже ясно, кто, если Минцифра и ФСБ возьмут для себя такую ответственность, и, так сказать, предложат, и затвердят нам технологию, с которой все согласятся и будут ее использовать, надежную технологию идентификации, да, удаленную, без присутствия, мы, конечно, будем ее использовать для повышения, так, мобильности, для повышения эффективности всего спектра электронного документооборота. Имеющиеся 10 тысяч, по-моему, около этого специалистов, которые занимаются в удостоверяющих ценах, обеспечивают процесс, так сказать, работы с квалифицированной подписью, да, с выдачей ее, с учетом, они должны будут перераспределиться. Куда денешься-то? Ведь их закроют, этих 500 центров, да, останется где-то, ну, два десятка, да. То есть их надо будет как-то перераспределить по филиалам. Они, конечно, не пропадут. Более того, они, конечно, востребованы, и специалисты будут с удовольствием приняты на работы в разные фирмы. Люди, которые имеют опыт работы с квалифицированной электронной подписью, с выдачей ключа, с работы, они будут востребованы в других направлениях информационной безопасности, я так думаю. Но, тем не менее, это процесс перестройки, который, конечно, их волнует и является для них, ну, таким свежим ветром, я скажу. Причем очень даже свежим. С потерей или с перемещением зарплаты, с изменением ЕЯ. Ну, в общем, это непростой процесс, конечно, который волнует всех. Как ни странно, информационная безопасность программного обеспечения массового пользователя. То есть, какие-то меры, которые бы позволяли, ну, хотя бы достичь уровня КЦ-1 для квалифицированной электронной подписи на борту обычного рядового пользователя, который не умеет пользоваться специальными средствами информационной безопасности, не умеет и не может и не должен фиксировать программную среду, как это требует очень многие условия, значит, аттестации подписей как квалифицированной электронной подписи. Учитывая, что телефон все в большей степени становится нашим, так сказать, лицом, как бы паспортом, вот, должен пойти процесс, процесс, ну, вот, мне так кажется, да, на будущее, должен пойти процесс, так сказать, повышения доверенности к телефону, доверия к телефону. Без этого, так сказать, ну, не получится, не получится, что ли, полная цифровизация. Все-таки телефон должен быть, вот, если он, гаджет используется для квалифицированной подписи, то он все-таки должен быть более доверенным. То ли это фирмы-производители должны делать, и надо начинать работать с тем же Apple, несмотря на то, что это колоссальная корпорация, очень гордая, очень независимая, и там огромную роль играет агентство национальной безопасности, как мы все прекрасно это понимаем. Тем не менее, с точки зрения национальных интересов, надо как-то работать и с ними, и с китайскими производителями, с тем же Huawei, в смысле того, чтобы сделать, так сказать, доверенный паспорт-телефон. Вот смотрите, что происходит с телефоном. Фактически уже де-факто считается, что телефон – это ты и есть. А ведь это не так. Фальшивые соты и прочие ухищрения позволяют эмулировать телефон, как делать нечего. Более того, телефон и не знает, с чем он работает. Даже идентификация соты очень слабенькая на самом деле. Кто его знает? Ты разговариваешь с сотой, с реальной сотой на вышке, или кто-то подошел, тебе злой умышленник там сфальсифицировал соту. Причем это очень просто сейчас делать. Если раньше фальшивая сота стоила там 150 тысяч долларов, и сами понимаете, это какая-то приличная сумма, да? А сейчас она стоит там 50-30, а то и меньше. Маломощная вообще стоит гроши и копейки. А что значит маломощная? Ну, в чемоданчике. И плюс к тому в чемоданчике. Подошел к человеку и стоит около него. А у него телефон тут же хватает эту соту вместо той большой соты, и дальше он работает с тобой. Звонит тебе номер, вроде бы номер банка. Смотришь в карточку, там номер этого самого банка написано. Тот же самый. У тебя отпечатывается тот же номер. Сразу же появляется элемент доверия. И он с тобой начинает разговаривать. А опытный психолог может вытянуть очень много чего из человека, когда тем более тот видит телефон. Он ему доверяет. То есть фактически доверяет телефону. А доверия-то нет на самом деле. Вот это доверие надо повышать, и оно будет повышаться. Никуда не денемся. Это вот та стратегическое направление, которое должно быть. Я, конечно, далек от мысли, что телефон будет вшивать в голову так, да, как некоторые думают. Но, тем не менее, вот такое доверие должно быть повышено. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин